Равняйсь! Смирна! Равняй, жаловь, товарищ Попробов! Ну хоть чуть-чуть вспомнили, воняй. Есть такая профессия – родину защищать. И с ней рано или поздно приходится близко познакомиться практически каждому мужчине. Прежде всего, благодаря срочной службе в вооруженных силах. Но сегодня перед Россией стоят иные вызовы. Именно поэтому многим мужчинам, уволенных в запас, придется вспомнить свою военную специальность. 21 сентября в России началась частичная мобилизация. Под особый призыв попадут 300 тысяч человек, но только из прошедших военную службу и имеющих боевой опыт. Ранним утром, 19 октября, очередная группа таганрожцев отправилась на службу в рамках частичной мобилизации. Согласно указу президента Российской Федерации, в Российской Федерации объявлена частная мобилизация. На основании данного сегодня мы отправляем команду, которая бывает для комплектования 247-го гвардейского десантно-струменного полка в городе Ставрополь. Все граждане прошли определенную боевую подготовку. Все расставлены по воинским новостям согласно военно-учетным специальностям. Но самое что интересно, обратите внимание, у всех искорки в глазах. Все хотят победить, вернуться с победой. Перед отправкой мобилизованных военный комиссар города дает им свои наставления и отвечает на вопросы. Как будет открываться зарплатная карта, как получить справку на предоставление кредитных каникул и на какие льготы могут рассчитывать семьи мобилизованных, где есть маленькие дети. О помощи и поддержке ребятам рассказал и заместитель главы администрации Таганрога Валерий Зелинский. С напутственным словом к мобилизованным обратился священник Никольского храма иерей Константин Галацан. Вы принесете славу воинского доблести и победу. Вы все вернетесь. Главное, будьте смелыми, храбрыми воинами. Это залог успеха и учения наших великих полководств, Суворова и всех многих-многих других. Искренне призываю Божие благословения на всех вас. Пусть милость Божия сохраняет вас. Пусть пресвятая Владычица покроет вас своим небесным мимофором. Мы молимся за всех, невзирая даже кто имеет веру и мусульманскую, и православную. Мы все стоим в едином строю. Мы защищаем нашу право на жизнь, право на то, чтобы быть великой Россией, которая всегда была та, которая досталась нам от наших отцов. Отец Константин вручил каждому мобилизованному нательный крест и окропил святой водой. После звучит приказ следовать в автобус. Являясь союзодесантником Таганрога, мобилизованы из города Таганрога, победа будет за нами, никто кроме нас. За воротами военкомата остались родственники и друзья. Они пришли проводить своих защитников на добрую дорогу. Им вслед летят монеты и пожелания хорошей службы и благополучного возвращения домой. Победа будет за нами! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!